Сегодня в московских Лужниках большой вечер бокса. Поклонники спорта увидят несколько поединков подряд. Их покажет в прямом эфире телеканала «Россия-2». Самый ожидаемый бой супертяжеловесов россиянина Александра Поветкина и кубинца Майка Переса. На кону звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. Кроме того, на ринге встретится россиянин Григорий Дрозд с поляком Лукашем Яником. Накануне спортсмены прошли традиционную церемонию взвешивания, за которой наблюдал наш корреспондент Сергей Чернятиев. Официальные церемонии взвешивания в боксе почти все ждут с нетерпением. Зачастую только после нее боксеры позволяют себе поесть. До этого, чтобы попасть в необходимое ограничение весовой категории, строгая диета и минимум жидкости. Ну а после того, как циферблат показал нужный результат, можно и поесть. Тот факт, что ни Александр Поветкин, ни Григорий Дрозд подобным замечены не были, позволяет предположить, что проблем с весом и подготовкой у них не было. Александр Поветкин вообще на взвешивании был, как обычно, сосредоточен, да и его соперник был предельно корректен. Рукопожатие после дуэли взглядов лишний раз подтверждает, что это будет настоящий бокс, никакого шоу. Слишком большое значение имеет этот бой для обоих соперников. У Саши Поветкина соперник очень серьезный, Майк Перес. Человек, который имеет авторитет в супертяжелом весе, который с Дениксом провел бой в очень хорошем стиле. И который сейчас находится в такой стадии своей карьеры, который тоже должен что-то доказать. Либо пан, либо он будет сходить. Поэтому мотивация у него очень высокая. Однако, несмотря ни на огромное значение этого поединка, ни на пристальное внимание прессы и болельщиков, Поветкин сохраняет спокойствие. Ну, значит, я спокоен. Я спокоен. Контрольные весы после того, как на них встал кубинец, показали 109 килограммов и 100 граммов. В то время как Поветкин оказался почти на 4 килограмма легче. Разница в весе Григория Дрозда и Лукаша Яника оказалась совсем незначительной. Всего 100 граммов. Кстати, поляк и на взвешивание вел себя вальяжно, утвердив во мнении тех, кто считает, что к бою с россиянином он готовился гораздо больше недели. Они специально, официально не сообщали этого, вплоть до последнего срока, фактически за 9 дней. А готовили другого бойца. Потому что это было некоторое неожиданное. А тот действительно якобы готовился к серьезному поединку. И поскольку они совсем разные по своему характеру, даже по антропологическим глазам, то это может составить такой неожиданный сюрприз быть для Григория Дрозда. Что же касается шоу, то за него на этом боксерском вечере, скорее всего, будут отвечать другие люди. Хорошо известный российским болельщикам Мануэль Чар. Бриллиантовый мальчик, как прозвали немцем, выйдет на ринг против австралийца Алекса Леопаи, у которого не менее звучное прозвище – Львиное сердце. Порадовала своим выходом на взвешивание и обладательница пояса временной чемпионки в суперлегком весе Светлана Кулакова. В отличие от соперницы немки Марии Ридер, образ россиянки включал в себя даже туфли на каблуке. Независимо от прогноза погоды на вечер пятницы, можно точно сказать, что в Лужниках будет жарко. Здесь пройдут шесть интереснейших боев, в пяти из которых на кону будет стоять чемпионский пояс. Ну а венчать большой боксерский вечер будут два боя с участием россиян. Григория Дрозда в первой тяжелой и Александра Поветкина в супертяжелой весовых категориях. Еще одна немаловажная деталь – главный бой будет объявлять легендарный Майкл Баффер. Его присутствие лишний раз подтверждает статус предстоящего боксерского вечера. Сергей Чернятиев, Ярослав Борисов, Владислав Мирзоянц, Василиса Лебедева. Вести.